Уже на протяжении нескольких заседаний, которые проходят еженедельно, руководству новой энергетики под протокол ставят задачу запустить все пять теплообменников. Однако на данный момент эта задача так и не была выполнена. Регулярно теплообменники поочередно забиваются грязью. Главный инженер новой энергетики Надежда Сидорова говорит, что сейчас на промывке находится второй теплообменник. Состоит на промывке, два котла в работе, температура 64 прямой, то есть мы в графике идем. Соответственно давление на прямой 6,2, вот меня смущает давление обратки 2,9, давление довольно низкое, 3,5 должно быть как минимум. Вот так вроде все, это самый расход, 1190 вот сейчас на данный час. С прошлого заседания остался открытым вопрос утечек на сетях южной части города. Директор МУП ЖКХ Полевское Юрий Усольцев доложил, что за неделю было устранено 4 утечки, предстоит устранить еще 2. Одна из которых предположительно находилась в теле плотины Верхнего пруда. С помощью специализированной компании были проведены исследования, которые показали, что местонахождение данной утечки находится не в теле плотины. Она находится почти на проезжей части в районе колбасной фабрики Черкашина. То есть не в теле плотины. В теле плотины она идет просто по лоткам. Но думаем, что к ней приступим завтра-послезавтра. На контроле у администрации остается вопрос коммунальных проблем жителей многоквартирных домов по улице Садовая. Уже прошел конкурс на подготовку проектно-сметной документации. Чиновники рассматривают возможность включения домов по улице Садовая в программу капитального ремонта только в 2020 году. Следующий фактор – улица Садовая, дом 8, 1982 года постройки. Сегодня собираемость на капремонт 70%. Улица Садовая, дом 10, 1978 года постройки, собираемость за капремонт 60%. И улица Садовая, дом 12, 1973 год постройки, собираемость всего 46%. То же самое и за коммунальные нано-платежи у них. В конце заседания был затронут вопрос благоустройства южной части города, которая до конца не выполнена после замены труб. Часть работ по благоустройству будет выполнена уже весной следующего года. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.